слава украине привет всем от полонского и есть очень такая интересная история история с одним американцем который уехал на россию отказавшись от американского гражданства и причем вроде бы не глупый человек и даже предприниматель и даже из семи миллионеров то есть человек у которого у которого было собственно говоря все родился золотой ложкой во рту мог продолжить семейный бизнес и никаких проблем у него бы не было был некий такой август мэйер из сша который в интервью форбс еще в 2010 году заявил что америка как титаник идет ко дну а вот за россией будущее ему но он смотрелся ту всю пропаганду россии за россии значит будущее и он вместе с семьей переехал на так называемую россию переехал и жил там вот а вчера его арестовали в санкт-петербурге вместе с женой выйдут они из гулага или не выйдут я не знаю тут такое дело скорее всего мне кажется понимаете за него и заступиться сейчас некому так бы если бы он был гражданином сша то конечно там посольство начало бы консульство начало бы кричать где-нибудь глядишь было бы как стой баскетболистка не помню фамилии как там у которой на наркотиках попалась на россии или подсудили их я не знаю там мутная история но ее в конце концов обменяли на кого-то вот и этого вы обменяли дурошлепа но он сам выбрал собственно говоря свою судьбу и я думаю что попал уже в гулаг ну смотрите такие случаи уже были ни разу не два в 1934 35 36 до конца двадцатых даже годов американцы построили в ссср полторы тысячи заводов различных типов на коммерческой основе понятно и все это вся индустриализация ссср не делалось советским союзом вся советская индустриализация делалась соединенными штатами америки и вот тогда по всему ссср построили еще раз говорю пас построили полторы тысячи заводов конечно строили инженеры американцы очень многие из них по своей глупости наивности так или иначе оставались после этого жить в ссср заводили семьи понятно что ты живешь там на стройке где-то там год-два запускаешь оборудование это забрала очень много времени находишь какую-то девушку там женишься и дети появляются так далее эти люди оставались жить в ссср у всех у них абсолютно у всех жуткая судьба все были арестованы в тридцать седьмом тридцать восьмом годах и сгинули в гулаге либо же были расстреляны по приговору тройки сейчас на россии полностью восстанавливается система гулага восстанавливается система внесудебных казней они об этом говорят в открытую по телевизору то есть людей сажают тюрьму на какие-то идут какие-то гигантские сроки абсолютно ни за что скоро вводятся у них кстати об этом надо отдельное видео записать потому что понимаете все что у них говорится по центральным каналам это же не потому что кто-то хочет просто сказать что знаете он хочет или кто-то хочет выглядеть оригинальным рассказал о том что будут несудебные казни будут тройки будут расстреливать просто так нет будут будет такой закон и видите если там раз просквозило в несудебных казнях значит а съели ура эти лаптиногие кричат ура ура да значит еще раз просквозило на центральных телеканалах несудебные казни на ура а потом госдурка принимает соответствующий закон вот собственно говоря и все поэтому судьба вот этого как его там августа мэра она будет абсолютно незавидной скорее всего он повторит долю вот этих вот американцев которые в начале 30-х годов по оставались по своей дуре работать в ссср и следы его затеряются где-то там восточной сибири